Сегодня у нас в гостях нотариус Нотариальной Палаты Корчево-Черкесской Республики Оксана Харатокова. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. И сегодня нам хотелось бы с вами поговорить об электронном документообороте. Вот скажите, пожалуйста, сейчас все больше и больше вступает в силу электронный документооборот. И как раз нотариус выступает тем лицом, который может сопоставить электронный документ бумажному. И наоборот, бумажный и электронному. Вот расскажите, пожалуйста, что это за возможность такая? Такое нововведение стало доступным и возможным в связи с введением нового законодательства, изменения в законодательстве о нотариате. Согласно которому нотариус имеет право удостоверять равнозначность документу на бумажном носителю, равнозначность электронному документу. И наоборот, электронному документу равнозначность бумажному носителю. То есть простым языком это говорит о том, что любой бумажный документ можно превратить в электронный документ и наоборот, электронный документ можно превратить в бумажный документ, в бумажном носителе. То есть как это в практике? Допустим, вы, находясь в городе Черкесске, вам завтра срочно нужна доверенность в Москве, вашему представителю необходима данная доверенность. Как это сделать? Это необходимо обратиться в нотариальную контору, удостоверить доверенность, затем нотариус совершает все необходимые действия, связанные с тем, чтобы преобразовать этот документ в электронный, то есть заверяет данный документ электронной подписью и направляет к нотариусу по месту нахождения вашего представителя. То есть к любому нотариусу, которому удобно будет обратиться вашему представителю в Москве. Затем нотариус города Москвы преобразовывает этот документ с электронного на бумажный носитель. И это нотариальное действие и называется удостоверение равнозначности электронного документа бумажному и наоборот. А скажите, пожалуйста, какие преимущества у электронного документа? Ну, во-первых, это, наверное, отсутствие возможности утраты документа, также возможность пересылать электронный документ намного легче, чем бумажный документ. Также в связи с тем, что во многих организациях, государственных учреждениях сейчас доступна такая возможность подачи каких-либо документов в электронном виде, то есть это тоже является преимуществом преобразования бумажного документа в электронный. Оксана, а я правильно поняла? То есть этот документ сохраняет юридическую силу? Да, конечно, созданный таким образом документ имеет такую же юридическую силу подлинника, как и бумажный документ. То есть неправильно называть этот документ как электронная копия документа, это неправильно обиходное название, ну, некоторые неправильно его называют. Наверное, это лучше назвать электронный документ, либо электронная версия документа, но это не копия, она имеет точно такую же силу, как и бумажный документ. Скажите, пожалуйста, это, получается, у нас намного ускорит возможность передачи документа? Да, то есть если ранее, когда такая возможность отсутствовала, гражданину для того, чтобы передать какой-то документ в другой регион, необходимо было воспользоваться авиапередачей, либо транспортной передачей, передачей ЖД службами, то сейчас это практически в течение часа. А скажите, пожалуйста, это касается только нотариальных документов? Нет, можно не только нотариальные документы передавать, можно также передавать документы, допустим, какого-то юридического лица, свидетельство об ННН, свидетельство об ОГРН, свидетельство о заключении брака даже можно передавать. То есть любой документ, который необходимо передать в другой регион, можно удостоверить равнозначность бумажного и электронного и передать. Кроме, единственные ограничения идут по поводу документов, удостоверяющих личность и договоры, которые составлены в простой письменной форме. Это два документа, которые невозможно удостоверить данное нотариальное действие. Ответили на мой следующий вопрос, хотела спросить об ограничениях, но тогда давайте спрошу о тарифах. Вот скажите, пожалуйста. Тарифы на данный момент на территории Карачаева Черкесской Республики это 150 рублей за одну страницу документа. Примерно, допустим, если это доверенность, она будет на двух листах. То есть это примерно будет 300-450 рублей за документ. Отлично, Оксана, мне кажется, мы хорошо разобрались с этим вопросом. Я думаю, что наши зрители тоже. И скажите, пожалуйста, какой вопрос поднимем в следующей передаче? Очень актуальная тема, которая часто интересует граждан, это наследование. Поэтому в следующей теме я хотела бы разобрать именно круг наследников, сроки принятия наследства, объекты наследования. То есть хотела бы посвятить именно предмету наследования. Отлично, Оксана, тогда до новых встреч, а мы с вами, дорогие друзья, продолжаем эфир.